Первая стадия – это самодостаточность. Вот женщина самодостаточная, что с мужчиной происходит? Кобелина уже не написана на лбу, потому что его расслабило, все, ему легче стало жить. И в ней любви, энергии любви хватает на всех, потому что она от Бога берет. И она с ним ласково, по-доброму себя ведет, ему хорошо, расслабило, куда ему еще надо. Тем более, что когда она, любовь, ну мужчина, потому что это все просто, у него в сердце заполнилась благодарность, вот любовью к жене, вот этого дефицита нет, никто не приклеится уже, влюбленность спонтанная не произойдет. Понимаете, девушек красивых много, они привлекают внимание, но чтобы сердце сбить человека, до этого оно должно быть пустым. Если оно заполнило любовью к жене, она стукнулась энергия от женщины, и отскочила, и все, там все занято. И она сама чувствует, что занятый человек. Самодостаточность означает сильное... Человек, понимаете, человек стремится к постижению любви. Когда человек чувствует чистоту откуда-то, святость, красоту, он так сильно этим наполняется, что ему уже больше ничего не надо. Это сравнивается с тем, что если мед попробовал, сахар уже не нужен, ну по-настоящему. Или что-то более сладкое, уже тем менее сладкое не нужно. Если с девушкой познакомился, фотографии уже не нужны. Интернет, понимаете, есть своя фотография, живая. Вот, ну и так далее. То есть более высокий вкус всегда человеку дает такую, как бы, такую благодать. Вот, допустим, я сегодня пробежался по парку у вас там вокруг церкви. Бегал, бегал. Церковь, которая без гвоздей. Вот. И там, понимаете, там много деревьев, там тишина, голуби ходят, там. Я бегаю и вот этой природой наслаждаюсь, просто радуюсь. Знаете, вот, чувствуете, да, сегодня отдохнувший такой? Я наполнился природой. И все, я самодостаточный. Потому что она красивая, чистая, надо просто это ценить, понимаете? Вот некоторые люди, как бы, да некогда в парк ходить, что я так делал ногами. Потому что он не ценит. Если, допустим, человека спросить, вот, допустим, ты влюбился, ты время найдешь на свидание? Ну, конечно, найдет. Что, он дурак, что ли, не найти? Он даже спать не будет, пойдет все равно на свидание. Лунною тропою на свидание еду, тихо сам с собою, тихо сам с собою, я веду беседу. Понимаете, он не спит ночью, идет на свидание едет. Вот. Почему? Потому что там счастье. Но мы не умеем чувствовать счастье от природы. Мы кастрированы, понимаете? То есть, мы кастрированы телевизором, интернетом, новостями. Раньше люди же природой жили, они ходили, они рисовали картины еще вот 200 лет назад. Вот это, понимаете, картины природы. Они так любили природу. Наполняли жизнью от нее, счастьем. Любовь к людям тоже. Понимаете, люди такие, настолько у них, столько божественного внутри, в людям. Столько чистоты внутри, красоты. Бесконечно много. Все это наполняет человека, и он становится самодостаточным. Но это надо пытаться понять, понимаете? Вот самодостаточность от пищи, просто наелся и так отвалился, и уже самодостаточный. Но это временная самодостаточность. Или от секса тоже. Сексом он занимался, раз, все, самодостаточный. Или от сна. Поспал самодостаточный, понимаете? Но это самодостаточное, она не глубокая. Поэтому она, ну, человек не может к ней глубоко наполниться, поэтому она надоедает. Вот живет человек просто с женой своей жизнью, любовь, там, детям, все, как бы, он устает от этого. Ему нужно что-то глубже, понимаете? А глубже ничего нет, все одно и то же. Жена замученная, постоянные крики, вопли, потому что несамодостаточные же люди требуют счастья друг от друга. А счастья люди друг другу много не могут дать. Потому что они хотят счастья оба, а давать не могут, они требуют, скандалят, ругань постоянная. А тут красиво девушка на тебя смотрит. А в ней такая чистота, вот кажется, все, как бы, с прошлой жизни с ней знакомо, такое счастье было. Знаете, я забыл про жену сразу, все, мозги сразу на бегре и все, как зомби. Или девушка тоже увидела хорошего парня, он такой ласковый, такой, ля-ля-тур-ля-ля, мне такой голос нежный, такой, Господи, какие бывают люди, еще и меня любят. Ясно всех забудешь?